Система библиотечного дела, библиотечного обслуживания детей. И еще раз повторюсь, буду говорить по возможности кратко. Итак, следующий слайд. Система библиотечного обслуживания. Как вы видите, данные цифры новые, количество публичных библиотек Министерства культуры Российской Федерации, которые, как мы знаем, практически все обслуживают детей. 3150 у нас детских библиотек. Более 41 тысячи библиотек школьных, которые тоже, конечно, обслуживают детей. Как вы видите, в системе Министерства культуры изменений не произошло в библиотеках. По-прежнему очень высок процент детей, которые пользуются библиотекой. 38% от всей системы Министерства культуры. Это те пользователи, которые ногами приходят в библиотеку. И это те пользователи, которые в будущем станут взрослыми читателями. 40% всей книговыдачи, опять же, детям. Здесь я не буду подробно останавливаться на новых документах, которые появились в 2019 году. Пожалуйста, следующий слайд. Пожалуйста. 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 Следующий слайд. Ну вот здесь такой красивый слайд с Владимиром Владимировичем Путином. Все мы с вами ждем уже достаточно долгое время нашей программы поддержки детского и юношеского чтения. Вы знаете, концепция утверждена была еще в 2017 году. Как раз в прошлом году, 5 ноября, на заседании Совета при президенте по русскому языку, еще раз этот вопрос был поднят. И вы видите, что сказал Владимир Владимирович. И результатом этого разговора стало то, что сейчас, 1 марта, вышли поручения президента, правительству, нашему новому премьеру Мишустину, где дословно говорится, принять меры по утверждению, финансированию и реализации программы поддержки детского и юношеского чтения. Так что надежда есть. Конечно, свои коррективы сейчас внесла вот эта пандемия, но мы все-таки все с вами надеемся и ждем эту программу, потому что она очень нужна. Пожалуйста, следующий слайд. Специализированные детские библиотеки. Как я уже сказала, 3 150. К сожалению, произошло опять сокращение сети детских библиотек. Наибольшие потери Кировская область, Тверская, Челябинская и Санкт-Петербург. В прошлом году, ну, правда, это чуть раньше было, но окончательно это решение оформилось в 2019 году. Тульская областная детская библиотека вошла в состав единого государственного учреждения культуры региональный библиотечный информационный комплекс. Но хочу сразу сказать, что с Тулой у нас самые тесные взаимоотношения. Сейчас там назначен директор филиала детского. Я думаю, что наши взаимосвязи будут самыми тесными и очень будем рассчитывать на то, что библиотечное обслуживание детей в Тульской области будет на очень достойном уровне. В то же время в Национальной республике Ингушетия, в Национальной библиотеке, образован Центр обслуживания детей и юношества. Это тоже очень хорошая новость. Что касается цифр, пожалуйста, следующий слайд. Цифр по сети специализированных детских библиотек, основные показатели. Тут картина не очень хорошая. Практически все показатели и число библиотек, и пользователи, посещение, книговыдача, поступление книг, они все у нас снизились. Особенно тревожно, что за 19-й год, посмотрите, поступление книг снизилось на 32%. Это говорит о той же проблеме комплектования муниципальных библиотек детской литературы, которые по сути своей, если мы с вами будем говорить просто прямо, находятся, конечно, сейчас просто в катастрофическом положении. Пожалуйста, следующий. В лучшем положении, ну просто-таки даже в хорошем положении находятся, конечно, модельные детские библиотеки. Вы знаете очень хорошо этот национальный проект. Во многих регионах открываются такие библиотеки. Сразу, например, в прошлом году открыто в общей сложности было 103 модельные библиотеки. 32 из них – это специализированные детские. И из тех 110 библиотек, которые в 2020 году откроются, опять 32 – это детские. Но я уже не говорю о том, что, по сути говоря, если библиотека даже не называется специализированной детской, большая часть ее работы связана как раз с детьми. И это понятно почему. Вот посмотрите, значит, эти библиотеки, конечно, смогли свои фонды увеличить, некоторые просто-таки удвоили, улучшилось комплектование периодикой, увеличились площади, появились комфортные условия, открылись книжные фонды, увеличилось количество компьютеров и мест для использования интернета. И вообще, так сказать, библиотеки эти очень привлекательные, красивые. Но я хотела бы сказать, что это всего лишь даже меньше 2%, 1,8% от всего числа муниципальных библиотек. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы, во-первых, таких библиотек открывалось больше, а во-вторых, чтобы все-таки основная масса библиотек у нас имела достойные условия для обслуживания детей. И, в первую очередь, хорошие, новые, качественные книги. Пожалуйста, следующий слайд. Поговорим теперь о центральных детских библиотеках регионов. Мы провели вот такую работу и посмотрели статус этих библиотек. Посчитали, что 70 библиотек у нас сейчас в 70 субъектах Российской Федерации библиотеки имеют статус юридического лица. Это и библиотеки детские, детско-юношеские для детей, молодежи и так далее. Есть у нас в Великом Новгороде муниципальная библиотека на городском уровне, но это тоже самостоятельное юридическое лицо. Также у нас есть специализированные структурные подразделения в центральных библиотеках. Там, где были библиотеки, например, объединены. Я тут имею в виду ту же Карелию, Тюмень и так далее. И есть у нас специальные центры детского и юношеского чтения в национальных библиотеках. Вы видите эти цифры. У нас еще есть ряд библиотек, в которых нет специальных подразделений, но, тем не менее, они занимаются работой с детьми. Вот такая ситуация, например, в Ханты-Мансийском автономном округе. Хочу сказать, что в этом году мы провели работу по заключению соглашений с центральными детскими библиотеками регионов для того, чтобы... Ну, они были основными, так сказать, опорными пунктами. И, по сути своей, они являются такими методическими центрами и налаживают все библиотечное обслуживание детей в своем регионе. Так вот, к настоящему моменту мы уже заключили 81 соглашение. Ну, по сути говоря, нам осталось выйти еще на те библиотеки в некоторых субъектах. Я имею в виду прежде всего Чукотку, Еврейский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Я думаю, что мы тоже проведем переговоры. И таким образом со всеми библиотеками у нас будет соглашение о сотрудничестве. И мы сможем вот на таких основаниях с ними работать. Пожалуйста, следующий слайд. Показатели центральных детских библиотек, в отличие от всей сети, в общем-то, внушают больший оптимизм. Вы видите, некоторые показатели у нас просели, но, с другой стороны, какие-то показатели у нас выросли. Сохраняется тенденция. Некоторое падение книговыдачи и увеличение посещаемости. Как и прежде, родители, дети идут на события, которых мы предлагаем много. И тот же период самоизоляции показал, что наши онлайн-события собирают вообще тысячи и тысячи посетителей. Кроме этого, фонды пополнились в определенной степени. И что еще важно, что персонал библиотек увеличились, показатели специалистов с высшим образованием и со средним специальным образованием. Наверное, этому способствуют в том числе курсы и программы переподготовки, которые в том числе ведет и наша библиотека с получением диплома о высшем образовании. Следующий слайд, пожалуйста. Не могу не коснуться нашего статистического портала, нашего всероссийского исследования информационно-библиотечного обслуживания детей, которое было начато вместе с вами в 2015 году. Сейчас у нас на портале зарегистрировано более 31 тысячи библиотек. И из них более 22 тысяч уже не просто создали свои полноценные кабинеты, но и опубликовали всю статистику. И здесь я хочу поблагодарить руководителей центральных библиотек регионов, которые очень много делают. Это непростая работа собрать вот эти сведения, но эта работа важная и нужная, потому что в результате этой работы мы имеем вот как раз ту картину полноценную, что же у нас происходит в библиотечном обслуживании детей не просто в специализированных детствах, а во всех библиотеках так называемых взрослых. Как все это организовано, насколько качественно. И с этими данными мы можем выступать и на федеральном уровне, и на местном уровне. К концу этого года мы сделаем большую справку, большой такой аналитический отчет по тому, как представлены наши регионы на этом портале. Поэтому я еще раз хочу всех призвать к тому, чтобы эту работу мы вместе с вами продолжали. Ну, собственно, пожалуйста, следующий слайд. Он такой хороший слайд. На этом я бы хотела вот свое короткое выступление завершить. И в ближайшее время у нас появятся все наши традиционные сборники. И всех, пользуясь случаем, я приглашаю на наши не только онлайн-мероприятия, и на наш вот семинар, фестиваль семейного чтения, о котором сказала Мария Александровна. А я очень надеюсь, что 1-3 декабря мы с вами все соберемся в РГДБ на наше ежегодное директорское совещание. Вот на этой ноте я хотела бы закончить со своим докладом.